Сюда шкаф, сюда диван, телевизор, потом балкон, задумка, конечно, застеклить, чтобы ничего больше не заветало. Анастасии Воробьёвой совсем скоро предстоит переезд. Эта милая девушка – врач общей практики. Она два года работает в поликлинике номер один и, как молодой специалист, приехавший в наш город, получила муниципальное жильё по специальной программе. После окончания медицинского вуза у Анастасии был выбор – остаться в Казахстане или переехать в наш город. И она начала сравнивать предложения от работодателей. И одним из решающих факторов стало предоставление квартиры. Также здесь дают стимулирующие по поводу молодых специалистов. В Казахстане нам предлагали оставаться. Там тоже были как подъёмные для медицинских работников. Там выдавались деньги, но они выдавались на пять лет с возвратом. Анастасия Воробьёва могла бы ещё долго ждать предоставления квартиры. Но судьба решила сделать подарок ей, а также нескольким приехавшим в Балакова специалистам. Дело в том, что к решению проблемы кадрового голода в медицине подключились спонсоры. Компания «Фосагра» выделила средства на приобретение пяти квартир для врачей. «Сертификат на квартиры передаётся главе Балаковского муниципального района Александру Александровичу Соловьёву». «Ваши аплодисменты!» Именно 26 мая, в День химика, Анастасия узнала, она будет жить в своей квартире. И совсем скоро после окончания учёбы к ней приедет её супруг. Тоже врач очень нужный для Балакова специальности – хирург-травматолог. Так что программа привлечения молодых специалистов в наш город начала давать вполне ощутимые результаты, в том числе благодаря помощи социального партнёра компании «Фосагра». Одной из важнейших задач компании «Фосагра» является не только производственная деятельность в том субъекте, в котором она находится, но ещё улучшение комфортности проживания наших людей, которые живут в частности в Балаковском районе. Поэтому мы живём и видим те проблемы, которые сегодня существуют на Балаковской земле, и понимаем эту ответственность. Поэтому вот видят ту нехватку сегодня врачей в городе Балаково – это почти 50%. Конечно же, мы это обсуждали с главой района и приняли решение, что эту проблему надо решать. Поэтому вот в этом году мы выделили сумму, благодаря которой мы приобрели 5 квартир. Я думаю, что… и я просто уверен, что эта акция, она не будет разовая. То есть мы понимаем, что за один год такую проблему мы не решим. Но у нас очень большая надежда, что эту проблему мы будем решать вместе и с другими крупными предприятиями, они нас поддержат. Для того, чтобы по программе жильё могли получить как можно больше специалистов, депутаты собрания БМР пересмотрели условия выделения муниципальных квартир. Так, чтобы получить жильё в собственность, в нём необходимо прожить 8, а не 10 лет. К тому же врач, претендующий на квартиру, может иметь первую категорию. Следующий момент не менее важный, с учётом того, что 50% укуплектованности специалистов, врачей, был сделан акцент именно на предоставлении квартир для врачей на территории Балакова. Особенно для молодых врачей, которые заканчивают институты или институты университета медицинского направления. Я бы хотел в слова благодарности компании «Фосагра», «Апатит» и в лице руководителя действующего в Грибху Алексея Борисовича о том, что вот так быстро откликнулись и показали яркий пример своего социального партнёрства на конкретной территории для решения конкретной зловодневной проблемы. Уже сейчас врачи, которые приезжают работать в Балакова, могут рассчитывать на скорое получение квартиры. А благодаря социально ориентированным предприятиям проблема с нехваткой кадров в медицинских учреждениях будет решаться быстрее.